ПЕСНЯ 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 ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПЕСНЯ ПЕСНЯ ПРЕДЛАГАЯ ПЕСНЯ 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 «Безродословное было невероятно важно. Человек безродословный, без толдота. Не был человеком. Если не знал своего отца, прадеда, прапрадеда и так далее, то ты находился в открытом космическом пространстве и был неким атомом, не причастным никому и ничему. То есть ты утрачил свое бытие. И в этом была великая правда. Потому что если ты выясняешь свое родословное, рано или поздно подходишь к братцу Аврааму, отцу Веры. И если выясняешь свое родословное, ты рано или поздно подходишь к Адаму, первому человеку, сотворенному Богу. И если понимаешь, что ты произошел от Адама, то ты знаешь, что Адама сотворил Бога. И в конечном итоге ты Божий. Стало быть, у тебя есть и родословное, у тебя есть и тот Творец, который сотворил человека, и сотворил его из мира, и даровал его человека. Но если же у тебя этого нет, то возникает вопрос, кто ты, откуда и куда идешь? Языщил с тобой вести дело. И о чем ты можешь сказать нам, чего мы сами не знаем? В современном мире нам предлагают всегда новый отчет. Для украинцев читать историю с последнего Майдана. В советское время нам предлагали историю, начиная с 1917 года, когда прозвучал первый зал крейсер Авроли. Или с 1991 года, когда Советский Союз распался. Или, если спор, Петра Первого, когда была прорублена роковая игно, окно Европы, и откуда с Кузняком натянуло невероятное количество болезней, социально-политической, духовной. Или же можно считать свое родословное с момента, когда князь Владимир крестила Русь, оподотрил ее вечности и вел русский народ в луну мировой истории, и сделал субъектом реальности земной и небесной. Можно считать свое родословное пришествие Христа, когда Слово Божие стало плотью, когда Христос распялся, был погребен и воскрес ради нас и нашего распасения. Но можно считать свое родословное и от Адама, который сотрил Господь. Важно сделать правильный акцент на своем прошлом, созреть точь внимания не на почности, не на страсти, не на безобразии, не на чем-то лиховом, не на чем-то лживом, но на подлинном, сакральном, дарованном Богом. И когда эта приеменность устраивается, тогда и человек выстраивается совершенно правильно. Естественно, тот или иной человек может быть недостаточно образован, недостаточно правильный, недостаточно осведомлен, недостаточно социально-экономически благополучен. Но он подлинный, он не является незаконнорожденным. Он есть родословный и есть приемственность. И на вопрос к тому, он может сказать, что я православный христианин, принадлежащий восточно-христианской цивилизации, которая стоит на основе и визитической цивилизации, и визитарноморской. Который вырастает из Иерусалима и Афин, и который укореняется в Боге, в Аврламе и Адаме. И эта приемственность говорит о том, что человек укоренен. У него есть корни, которые питают его, и если он правильно осмысляет сказанное, то он вырастает в полного человека, наследника Царства Небесного, и становится исполнителем Божественной заповеди. Отчего заповедь? Пятая заповедь. О почитании родителей. Нам не так скоро и легко забываемое, является очень важной, неотменяемой, из которой вырастает благополучие и наше благоденствие. Всякий раз, когда таинополитический власть приходит, партия приходит к власти, они предлагают нам новый отсчет. Сейчас вспомнил о том, что Турция только в аспирантуре начинает изучать мировую историю, и начинается она с французской революции. До этого истории для образованного турка не было. Также и у нас сейчас отнимается наше прошлое, наше родословное и наша преемственность. Мы не знаем наших святых, не знаем наших героев, не знаем то, что скреплялось кровью, верой и благодатью Святого Духа. Но в то же время мы к этому имеем самое что-то иное есть прямое отношение. И подтянуть свою историко-культурную память к сегодняшнему дню, те проблемы, которые есть здесь и сейчас у каждого из нас, есть ничего, ничто иное, как обретение правды, как выхождение замыслу Гожи по нас с вами. Часто мы думаем, что мы являемся причиной чего-то, и от нас можно тоже вести какой-то отчет, забывая элементарную и очевидную вещь, что мы не причина, а следствие. Следствие любви и отношений наших родителей, следствие обленных отношений наших дедов и прадедов, следствие того, что было до нас. А мы некий пик, некое острие того, что было, которое только должно войти и в понимание, и в ощущение того, что было, чтобы увидеть, что будет. И когда мы действительно подтягиваем свою сакральную культурную, историческую память, когда мы видим все в свете евангельской правды, мы можем становиться уже и причиной чего-то нового, творчески осмысляя каждый жест, каждое движение и каждый поступок, исполняя заповедь Божия и прислушиваясь к замыслу Божию о нас с вами. И сейчас, в дни, которые предшествуют Боговоплощению, особо божественной милости, подношенной к нам, мы должны быть особенно сосредоточены, исполнить, кто мы, что мы и зачем, за что мы боремся, чему сдаемся и куда идем. На чем мы готовы становиться и за что мы готовы отдать свою жизнь. Потому что счастливый лишь тот человек, который знает, за чем он живет, и еще более счастливый тот человек, который отчетливо знает, за что он может умереть. Тогда есть подданное смирение его жизни и смерти, его приходящего и вечного, его человеческого и того божественного, что есть во всяком человеке. Аминь. Спасибо.